За 12 лет реализации проекта сделано немало. Впрочем, статистика говорит сама за себя. Если в 2005 году было изъято около двух тонн наркотических веществ, то сегодня эта цифра в 8 раз больше. Свыше 16 тонн наркотиков реквизировали из оборота правоохранители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана за пять дней в рамках операции «Канал Западный заслон». Это более 15,5 тонн опия, 600 килограммов гашиша, свыше 55 марихуаны, около 40 героина, более 200 наркотических средств синтетического ряда. Такие цифры были озвучены на итоговой пресс-конференции. Мы очень много провели таких этапов операций в Центральной Азии. Конечно, основной поток наркотиков идет через Центральную Азию, с Афганистана. Поэтому мы там проводили различные операции и в Кыргызстане, и в Таджикистане, и на территории Казахстана, и на территории Армении даже проводили эту операцию. Поэтому здесь было принято решение провести в этом году, с учетом того, что председательствует Республика Беларусь в организации, было провести вот эти мероприятия, так сказать, вот здесь, на территории Республики Беларусь. Кроме того, было выявлено свыше 800 наркопреступлений, возбуждено около 11 тысяч уголовных тел. Поэтому о значимости проведенного проекта говорить не приходится. Тоны наркотиков не попали на наркорынок, однако, несмотря на активную борьбу с белой отравой, драгдилеры продолжают использовать Беларусь для наркотрафика. Проблема наркотизации населения, она по-прежнему актуальна, несмотря на все предпринимаемые нами меры. С другой стороны, мы являемся страной транзита. Причем идет транзит как в европейском направлении, так и через Европу к нам и впоследствии в Россию. Из Европы к нам едет, как правило, марокканский гашиш, из Латинской Америки кокаин, из Европы едет марихуана. Значит, с территории, с восточного направления к нам приезжают опиаты и приезжают синтетические наркотики. В ходе операции в усиленном режиме контролировались участки государственной границы на пропускных пунктах, а также в морских портах и пунктах пропуска. Велась тщательная проверка грузов. На объектах транспортной инфраструктуры были созданы межведомственные стационарные посты и заслоны, организованы мобильные оперативные группы. Также в операции была задействована специальная техника, служебные собаки, спецавтотранспорт и вертолеты. Мы получали здесь, находясь от наших же коллег какую-то информацию, ориентировали тут же коллег наших на местах и в итоге задерживали людей с весом наркотиков. Здесь же через своих коллег организовали дальнейшую проверку этой информации. То есть это не обычная рутинная работа, а это вот слаженные действия в режиме онлайн. Результаты операции с каждым годом становятся качественнее, преступления раскрываются, работа по ликвидации глобальной наркоугрозы в Евразийском регионе продолжается.